расчет индуктивности коаксиального кабеля коаксиальный кабель представляет из себя центральная центральную жилу которую мы обозначим кружочком радиусом r1 и наружной оплеткой которую мы обозначим r2 радиус которой мы обозначим r2 в сечении продольном получится такая картинка ток который течет по центральному кабелю будет создавать магнитный поток магнитное поле которое снизу будет направлено от нас а сверху соответственно к нам рассчитаем поток приходящийся на единицу длины то есть на какую-то длину l этого коаксиального кабеля поскольку магнитное поле в каком на каком-то расстоянии r от центра будет определяться по теореме циркуляции вектора h мы можем записать для контура представляющая собой окружность центром на центре на оси этого нашего внутреннего проводника радиусом r малая циркуляция по этому контуру l но это l1 будет в отличие от l который у нас из длина будет равно будет току который пронизывает это кольцо ток который идет по наружной облетке в обратном направлении замкнувшись через нагрузку он не будет создавать не будет пронизывать наш контур поэтому не будет создавать здесь магнитное поле ну стандартные процедуры приводят к тому что мы здесь h умножаем на 2 пи р это надо уметь обосновывать такой переход вот векторного от скалярного произведения под интегралом к произведения модуля h на 2 пи р будет равно и и отсюда мы найдем магнитное поле напряженность магнитного поля которая будет равна и на 2 пи р подкалку у нас магнитное поле зависит от расстояния то мы для расчета изменения потока используем такую формулу это будет не изменение потока поток через маленькую площадочку ds не всю еще который будет находиться на расстоянии r малая от оси и ширина которого будет равна d r здесь у нас тогда будет стоять величина б умножить на дс в качестве б мы используем вот эту величину мё нулевое и если мы домножим на мё нулевое то мы получим как раз б индукцию магнитного поля деленное на 2 пи р и умножить на дс которая будет равна длине основания прямоугольника заштрихованного l умножить на d r d r высоту этого прямоугольника здесь тогда у нас получится да теперь мы должны посчитать полный поток который будет складываться из этих элементарных потоков по всей площади это у нас будет интеграл от r1 до r2 радиус будет меняться интеграл будем по радиусу брать мё нулевое и l который здесь стоит деленное на 2 пи а тут будет d r деленное на r ну и понятно что это у нас будет мё нулевое и l 2 пи логарифм натуральный r2 деленное на 1 нашли поток который пронизывает площадь а поток этот у нас равен по определению пропорционален току в качестве коэффициента пропорциональности как раз выступает l который называется индуктивность индуктивность или коэффициент самоиндукции поэтому мы сюда подставляем выражение для потока мё нулевое и и на 2 пи логарифм r2 к r1 и все кроме и у нас будет называться l это у нас будет l1 да у нас 3 л появилась это 3 л который называемым активностью а это л которая была просто единицы длины и единицы длины мы получим если поделим на это и поэтому ответ будет такой мё нулевое логарифм r2 к r1 деленное на 2 пи так 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 ну и все